так ассаламу алейка кормит на казахстан все кто смотрит мой канал с вами ергали вот сегодня значит я решил снять видео про российские паспорта то есть я вот открыл улы x и удивился раньше если я не замечал такого да то есть вот открывая улы x и сразу же на первой странице ответьте получить гражданство российской федерации легко то есть дальше вот если даже пролистаешь просто вот я снова видите снова получить гражданство российской федерации легко то есть эти везде вот улы x везде нашпигованного такими вот объявлениями раньше такого не замечал поэтому я значит раскрыл в интернете об этом новости решил вам читать ознакомить вас вот нашел статью значит которая так и называется в новой газеты это правительство решила выдавать российские паспорта без отказа от другого гражданства то есть правительство до конца месяца внесет в думу поправки в закон о гражданстве этот статья я повторюсь от 7 февраля 2020 года то есть до конца месяца это говорится про февраль 2020 и который упростят получение российских паспортов иностранцами рассказал коммерсант в пресс-службе кабинет министров теперь им не придется отказываться от уже имеющегося иного гражданства сохранять иное гражданство людям претендующим на российский паспорт можно в случае если у россии двусторонние договора с этими странами либо если гражданство получается в упрощенном порядке то есть соискатель более трех лет состоит в браке с гражданином россии или является ребенком россиянина поправки разрабатывает рабочая группа по упрощению миграционной политики который президент владимир путин создал прошлой весной чтобы открыть россии для всех кто хочет здесь жить и работать он ставил задачу привлечь в россию от 5 до 10 миллионов новых граждан мы хотим весеннюю сессию этот вопрос закрыть чтобы все желающие могли стать гражданами россии а соответственно россия что будет делать она будет своих граждан защищать рассказал коммерсанту вице-спикер нижней палаты пётр толстой депутаты также допустили что из требований к соискателям паспортов уберут нормы о непрерывном проживании в россии в течение пяти лет и о необходимости подтверждать законность источников средств на существование по словам значит участников рабочей группы мерой готовы воспользоваться множеством представителей российской диаспоры за рубежом то есть немцы выехавшие в свое время из россии и казахстана обращались к нам они довольно крупную общину в германии составляет но не все что там происходит им нравится ехали в одно а теперь она другая они хотели бы вернуться но не хотят для себя дверь в германии закрывать добавил депутат константин затулин согласно статистике мвд в прошлом году паспорта выдали почти 500 тысяч и иностранцев тогда как в 2018 мы получили почти два раза меньше 269 тысяч человек естественно же убыль 2019 составила около 260 тысяч человек максимум за последние 11 лет после объявления путиным новой миграционной концепции в 2019 году было упрощено получение гражданства высококвалифицированными странцами и жителями донбасса вид на жительство также стал бессрочным ранее выдавался на пять лет а теперь без срочный в мвд в январе также анонсировали упрощение процедуры приобретения гражданства для жителей молдовии казахстана украины и белоруссии то есть вот четыре страны я вижу тут ну и хотел добавить свое значит личное мнение по данной статье по данному факту по данной теме пару слов сказать свои да но я вот всегда говорил и всегда говорю что если россиянин проживает вот частности у нас казахстане да вот по национальности он русский да если он мечтает чтобы его дети были русскими что получили гражданство российские федерации то почему бы и нет я считаю что вот я например казах я тоже приехал с россии и приехал я к себе на историческую родину приехал как узнал что мы получили независимость казахстана то есть раньше конечно омск принадлежал казахстану но к сожалению сейчас это не так сейчас это российской территории поэтому мне пришлось переехать себе на родину и поэтому я считаю что ничего тут такого плохого нету в этом потому что если россия русский по национальности живет казахстане решил уехать на историческую родину то я думаю что это даже нужно приветствовать потому что человек я считаю что каждый человек обязан быть патриотом своей страны если вот ты русский ты должен болеть душой за рула россию матушку если я вот казах я должен болеть за казахстан это я считаю это естественно и нормально я считаю это позывы души человека это мое мнение я высказываю но одно конечно то что путин призывает вот то что выдают российские паспорта без отказа от другого гражданства то это конечно напрягает это уже напрягает то есть здесь какой-то может быть подвох я думаю быть такое знаете хитрый такой ход хитрый ход хотя я вам скажу что вот например получить гражданство например соединенных штатов в америке вообще надо пять лет или больше нужно стоять в очереди то есть там нужно доказывать что ты то есть очень много преград что получить гражданство соединенных штатов америки а то что в россии наоборот они все это раскрывают наоборот что въехать в россию можно очень легко и просто то это говорит просто о статусе государства россии как о государстве которое значит рассыпается значит никто не хочет там жить раз они зовут всех в россии всех подряд всех значит подряд в америка если была была рассыпалась бы наверно не было у них столько запретов я надеюсь что придет время что когда-нибудь казахстан так расцветет и экономически и вообще как государство и когда я думаю что вот эти люди которые от нас уедут они будут потом значит жалеть я думаю что скажет надо было нам уехать нашим родителям например да скажет а казахстан все стали доллары миллионерами например в катаре там или там саудовской аравии да вот есть же такие примеры которые буквально за десятки лет их не жители стали миллионерами а у нас я считаю в россии шансов для ой в россии говорю казахстане у нас вот с тем что у нас вот такие аллах дал нам такие богатства да что вся таблица менделеева что я считаю что у нас вот прийти к этому да чтобы каждого казахстанца сделать миллионером я считаю это очень легко потому что позволять позволять то есть позволяет единственное я считаю вот мое мнение да нам просто мешают соседи вот нормально жить вот не хотят вот они нас отправлять свободное плавание и все и сами жить не могут и нам не дают но это мое личное мнение я так считаю но пишите комментарии значит внизу ставьте лайки что вы думаете по данному теме я высказал свое личное мнение вы тоже напишите свое личное мнение ну и так же поздравьте меня у меня вот слава богу сегодня уже я смотрю уже 30 тысяч подписчиков то есть я конечно рад хотел бы вас также поблагодарить все мои подписчики за то что вы остаетесь со мной смотрите мои видео всем вам добра добра я считаю и ассалом алейкам рахметуллах и ва баракату Музыка